Всем привет! Как я уже рассказывал в прошлом видео, мне посчастливилось поучаствовать в коллективной загонной охоте на лося. И поэтому сегодня поговорим о правилах загонной охоты и необходимом снаряжении. Начнем с правил охоты. Правила охоты устанавливаются правилами охоты, которые введены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации под номером 477 от 24 июля 2020 года. Нужно уточнить, что коллективная охота это охота двух и более человек. Лицом ответственным за осуществление загонной коллективной охоты является или полномочный представитель охоты общества, или человек, на чье имя выдано разрешение на добычу. И данное лицо обязано присутствовать на месте охоты, проверить наличие документов у всех участников, то есть это охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение оружия, то есть РОХА. Составить список участников, которые включают место и время проведения, серию и номер разрешения на добычу, вид животного добываемого и количество особей, а также фамилии и имя, отчество участников охоты и серию и номер охотничьего билета. Провести инструктаж о технике безопасности под роспись. Росписи о проведении инструктажа ставятся в списке участников, которые также являются и ведомостью ознакомления с инструктажом. Сохранять при себе список участников при осуществлении охоты. После добычи до любых действий с добычей произвести соответствующую отметку в разрешении на добычу. А в случае ранения до начала преследования и добора сделать отметку о ранении в разрешении на добычу. У других же участников загонной охоты должны быть всегда с собой разрешение на хранение и ношение оружия и охотничьи билеты. Также по правилам охоты все участники загонной охоты должны носить на себе специальную сигнальную одежду повышенной видимости. Соответствующие требованиям ГОСТа 12.4.281.defis.2014 Но естественно, в коллективной загонной охоте также сохраняются требования охот минимума, о котором я уже снимал целый цикл видео, но от них клонит сон, но для общего развития можно посмотреть. А именно, запрещается стрелять, если снаряд может пройти ближе 15 метров от других людей, запрещается стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости, или когда охотник не понимает, где произойдет остановка его пули. После постановки на номер, то есть на место охоты, охотнику запрещается сходить с данного места до особого распоряжения, ответственного за проведение охоты, который его туда поставил. Допускается небольшое перемещение, но опять-таки в области своего номера для выбора более удобной позиции для стрельбы. Заряжать оружие только при постановке на номер и разряжать его при снятии охотника с номера. Необходимо визуально контролировать соседние номера, а при приближении к пораженному животному нужно убедиться, что оно убито. То есть если у животного подняты уши или шерсть стоит дыбом, значит это оно просто ранено. Это то, что касается правил охоты. Но у каждого охот общества могут быть внутренние условия и правила, которые желательно уточнить. Но зачастую все они озвучиваются на утреннем инструктаже. По поводу калибров и видов оружия, тут в правилах охоты особых требований нет. Но нужно отдавать себе отчет, что подранки, промахи и так далее и тому подобное несут за собой санкции, вплоть до аннулирования лицензии. Теперь поговорим о непрописанных вещах более подробно. Оружие. Как я уже говорил про калибры, если у вас нет достаточного калибра нарезного, лучше взять гладкоствольное. Естественно снаряженного пулей или другим снарядом, соответствующим добываемому животному. К тому же на загонной охоте зачастую большая дальность выстрела не особо-то и нужна. Одежда. Помимо уже озвученных требований к сигнальной специальной одежде, типа жилета, который в принципе можно взять из автомобиля, который также проходит по этому ГОСТу, я бы посоветовал также использовать и другие элементы яркой одежды. К примеру шапку. Так как участвуя в доборе лося, я отлично понимал, что при работе нескольких групп яркие элементы могут быть очень полезны. А еще нужно учитывать климатические условия. Так как, к примеру, костюм, в котором вам очень комфортно ходить по лесу, может для загонной охоты не подойти, так как на загонной охоте очень много нужно стоять на месте. И тут о сохранении тепла нужно задуматься заранее. Обувь. Тут так же как и с одеждой. Нужно подбирать удобную и комфортную. Естественно, туфли и кроссовки не подойдут. Но также нужно учитывать свою роль в охоте. То есть люди, которые идут в загон, должны учитывать, что будут идти через бурелом. Их обувь должна быть помимо легкой и удобной, еще и прочной и надежной. Снаряжение. Тут я очень рекомендую взять с собой туристический стульчик. Потому что в ногах, во-первых, правда нет, а во-вторых, очень много времени проходит, когда расставляют номера, когда доставляют загонщиков. И порой посидеть очень хочется, а негде. Сюда же относится и горячее питье. Не горячительное, а именно горячее. Потому что животное можно с первого загона не добыть. И тогда это мероприятие может затянуться на целый день. И перекусить, и выпить горячего чая иногда очень полезно. Сменная одежда и обувь. Во-первых, неизвестно, что может произойти во время охоты. А во-вторых, добираться до места охоты и переодеться в новую одежду после охоты очень комфортно и приятно. И самый главный пункт это тишина. Тишина, тишина и еще раз тишина. И тишина это залог успеха на загонной охоте. И вести себя нужно тихо во время всей охоты. Начиная с момента движения к месту охоты. Сюда же относятся запрет на курение и различные парфюмерные средства. Потому что у животных очень хороший нюх. И это может их отпугнуть. Также не будет лишним подготовить при постановке на номер свое место осуществления охоты. То есть откинуть сухие ветки, притоптать траву, чтобы во время охоты и осуществления загона не издать лишние звуки, которые отпугнут животное. А на этом все. Если я что-то забыл упомянуть, обязательно напишите об этом в комментариях. А так, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.